Около полуночи с 11 на 12 января Евгений возвращался домой на своем автомобиле Hyundai Accent. Ему оставалось около километра пути, но на их преодоление молодому человеку потребовалось несколько часов. На улице Советской Армии автомобиль внезапно начало кидать из стороны в сторону. Я двигался домой, с той стороны Советской Армии. В принципе, как бы ничего не видел, необычного, никто здесь не стоял, была тишина, спокойно. И двигался по левой полосе, и просто, я даже, кстати, не могу понять и объяснить, они просто упали на меня или они уже лежали, эти провода. Просто я попал ударом таким хорошим в пучок проводов, у меня все заискрило просто, я запутался, у меня машина вся запуталась. Моя машина откинула сюда, практически на обочину, и за счет того, что они, провода были запутаны в машине, меня даже назад откинуло. Я остановился, как бы не мог сначала понять, вообще в чем дело, у меня немного такая паника даже была, просто все искрило вообще, все провода на капоте у меня перед машиной, дальше. И кое-как я так присмотрелся, и кое-как выбрался из них, и проехал уже на обочину. Были провода оборваны до того, как Евгений наехал на них, или упали прямо на его автомобиль, водитель не успел понять. Фактом остается то, что троллейбусные провода под напряжением упали на проезжую часть в районе малоосвещенной улицы и стали настоящей опасностью для всех проезжающих здесь автомобилистов. В результате инцидента автомобиль Евгения довольно серьезно пострадал. Механические повреждения видны практически на всем кузове, треснуло лобовое стекло, оторвало зеркало бокового вида. Сам водитель не пострадал, хотя это, по оценкам специалистов, настоящее чудо. Я понимал, какое напряжение на этих проводах, и было страшно. Я даже из машин вообще не собирался выходить, пока не выйду из этих проводов. Потому что это опасно вообще для жизни тогда? Конечно, естественно. Вообще чудо у меня. Работник, который приезжал, потом он сказал, что вообще тебе повезло, что ты вообще в принципе не пострадал. Говорит, от такого напряжения могло бы и тебя тоже задеть. Когда испуг немного прошел, Евгений вышел из машины и знаками стал предупреждать остальных водителей об опасности. Некоторые водители проезжали мимо, другие неравнодушные, останавливались. Помогли вызвать сотрудников ГИБДД, полиции, аварийную службу электрических сетей и перекрыли опасное место личным автотранспортом. Благодаря чему серьезных последствий удалось избежать как минимум 15 автомобилистам. Сегодня ночью я возвращался домой в районе 12 часов, начало первого, я поворачивал с улицы Новоселов на Советскую Армию. И мое внимание привлек автомобиль, который стоял на аварийках. Потом я увидел человека, который бежал от него и размахивал руками. И буквально в самый последний момент я только увидел, что вот здесь вот по всей дороге разорваны провода, они висят и лежат на проезжей части. Восстановительные работы на данном участке, по словам свидетелей, продлились до обеда следующего дня. К моменту приезда нашей съемочной группы неполадки были устранены. У нас получилось связаться с управлением Рязанского троллейбуса, но поговорить с начальником службы энергохозяйства Евгением Булатовым не удалось. Здравствуйте, Евгений Павлович? Да. Телекомпания «Город» вас приветствует. Марина Комиссарова меня зовут. Подскажите, пожалуйста, я вот по поводу комментария об обрушившихся проводах на улице Советской Армии, которые автомобиль повредили. Как вы прокомментируете эту ситуацию? Евгений Павлович уехал в управление. Его нет сейчас. Я поняла вас. Спасибо. Всего доброго. Ага. До свидания. Подобное ДТП не первое в своем роде. Несколько лет назад интернет-сообщество взбудоражил ролик с видеорегистратора из Владимира. Там автомобиль в буквальном смысле взлетел, наехав на упавшие троллейбусные провода. В данном случае водителю вряд ли удалось избежать травм. Евгений уже обратился к адвокату и планирует добиваться возмещения морального и материального ущерба через суд. А вот определить причину падения проводов на проезжую часть и виновника этого происшествия предстоит органам внутренних дел.